С начала проведения АТО с оккупированной боевиками территории Луганской и Донецкой областей в Харьков выехало около 200 тысяч человек. Люди вынуждены были оставить все и начать жизнь заново. Переселенцы каждый по-своему решал проблему трудоустройства. Как это было, расскажет Валентин Сычев. Юрий из Горловки. Он один из 200 тысяч переселенцев в Харькове. Объездил практически все города Украины. Он открыл свою полиграфическую фирму. Бизнес организовал на грантовые деньги. Чтобы выиграть грант, это тяжело. Это дипломный проект экономического вуза. То есть надо взять какое-то предприятие, все рассчитать, чтобы получить под него деньги. Грантовый бизнес находится под жестким контролем доноров. Как минимум в течение года мы их обязаны мониторить. Они приезжают к нам на встречи, также на тренинги с улучшением ведения бизнеса. Люди не пропадают, потому что, я с уверенностью скажу, 95% с нами на связи всегда. Переселенка из Первомайска Валентина – волонтер в ВАК-центре. До приезда в Харьково она с мужем жила в Киеве. Найти работу там не удалось. Обращались в центры занятости, но им не помогли. Нет, нам не отказывали. Нам просто подводили к тому, чтобы мы, я не знаю как, соглашались с тем, что работу надо самим искать. Каждый пятый переселениц обращался за помощью в центры занятости. Самая незащищенная категория – люди предпенсионного возраста. Стараемся именно для этой категории реализовывать там ряд программ, такие как компенсация единого социального взноса. Если есть необходимость, также мы проводим обучение. Ну, скажем, у нас вот ряд таких урелиц предпенсионного возраста довольно-таки активно учатся на оператору котельной. Алексей через центр занятости взял на работу двух переселенцев из города Счастье. Один из них предпенсионного возраста. Человек знает свое дело. Он работал прапорщиком, логистом. Побывал в каждой республике Советского Союза и сможет мне помочь в моем продвижении бизнеса. Молодежь имеет больше шансов найти работу. Рынок труда вынуждает их постоянно развиваться. Записался на курсы по правильному составлению бизнес-планов. В принципе, вот я хочу составить бизнес-план на кофейню. Несмотря на большую разницу в возрасте, каждый переселенец ищет работу и возможность начать жизнь заново. Галина Горишняк, Валентин Сычев, Николай Резниченко. Поди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова